Торос уже с первых минут стал действовать активно и скорости заметно выросли, а Сара Арка начала совершать ошибки и получать удаление. Второе вылилось в пропущенную шайбу. Станислав Гореев отдал пас на Артема Пименова, тот Егору Дубровскому. И 51-й номер Тороса реализовал большинство. Напряжение на льду нарастало и пошли удаления. Хорошая команда показывает хорошую игру, осторожничает в обороне. Забил Торос в большинстве, не углядели. Постараемся переломить его встречу. К счастью, нефтекамцы не дали этого сделать. Во втором периоде продолжили увеличивать отрыв в счете. Владимир Бабылев на скорости в одиночку пробился к воротам Сара Арки и обыграл Эдуарда Рейзвиха 2-0. А следом, будто не давая сопернику опомниться, успеха добился Вячеслав Шевченко. В обоих эпизодах ассистентские баллы заработал Андрей Банников. В середине матча Торос повел 3-0. За счет характера играем. Тренерская установка была играть, несмотря ни на что. То проявить свой характер, командный дух, поднять себе настроение этой победой. Нельзя расслабляться, играть в свой хоккей, также короткие смены. Напрягать оборону команды. В оставшееся время нефтекамцы действовали от обороны, стараясь сохранить преимущество. И это им удалось. Владимир Сахацкий записывает в свой актив «Сухарь». А главный наставник сырой арки делает выводы о действиях своих подопечных. Есть ряд опытных игроков, на которых мы надеемся, надеялись. Они пока не оправдывают наше доверие. Мы их даем играть, их ставим, не ставим где-то молодежь. Надеемся, что эти взрослые игроки что-то сделают. Мы видим, что лига меняется, скорости возрастают в лиге, лига молодеет. И видно, что эти опытные игроки уже просто не успевают за молодежью. Был серьезный разговор после игры с «Номадом». Ребята сделали правильные выводы и сегодня вышли заряженные. Конечно, играть против чемпиона – это всегда почетная и вдвойне ценнее победы. Хорошая игра. Сыграли правильно. Третий период у результата уже сыграли от обороны. Ну и, конечно, отдельно поблагодарить надо «Волга». Первая игра сегодня на ноль. Поэтому молодцы. Торос по-прежнему на седьмой строке таблицы. Домашняя серия продолжается. Следующая игра 24 октября с Новокузнецким «Металлургом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова